Еще раз здравствуйте. Мы поговорим о треморе. Тремор – это самое частое, что сможет случиться с человеком. Когда Федор Михайлович Достоевский ставил вопрос у Стамир Диона Раскольникова, дрожащие я твари или право имею, то если бы Федор Михайлович Достоевский знал физиологию, он бы так вопрос не ставил. Все мы с этой точки зрения дрожащие твари, потому что всем нам свойственен физиологический тремор. Без этого мы не существуем. Но речь пойдет, конечно, о патологическом треморе. Определение тремора чисто формальное, никакой новизны в нем нет. Это насильственные ритмичные колебания тела или части тела, вызванные одновременным или поочередным сокращением мышц антагонистов. Данные популяционного исследования. У нас очень мало проводится популяционных исследований. В России, я думаю, что на Украине тоже. Вот это одно из популяционных исследований. Всего было обследовано 33 580 человек. Это был один район Нижнего Новгорода. И вот выяснилось, что тремор диагностирован у 6,5% пациентов. В том числе самая частая форма была, тем не менее, патологического тремора, эссенциальный тремор, 17,1%, затем лекарственный, алкогольный, связанный с стереотоксикозом и так далее. Достаточно регулярный процент, примерно полинеропатия, что также надо обязательно помнить. Как в отношении любого гиперкинеза и в отношении любого экстрапирамидного синдрома, есть три этапа диагностики. Есть феномологическая квалификация, когда мы пытаемся понять, что перед нами. Затем синдромальная диагностика, когда мы выявляем особенности этого синдрома и синдромальное окружение. Такое красивое определение для тех сопутствующих симптомов, которые в этом случае мы можем найти. И в конечном итоге этиологическая диагностика. Вот этими тремя этапами мы двигаемся к поиску диагноза. Жан-Мартен Шарко, похожий здесь на иллюзиониста, который того, гляди, достанет зайца из шляпы. Вот изготовил целый тремонометр. Это был один из первых аппаратов, который позволял объективизировать тремор и даже обнаружить различные варианты этого тремора. Вот тремор покоя, интенсионный тремор, вот тремор кинетический. На самом деле все те особенности тремора, которые мы теперь диагностируем, все это придумал Шарко. А вот современная феноменологическая классификация тремора. Тремор делится на два основных типа, на тремор покоя и тремор действия. Есть классическое определение тремора покоя, что это тремор, который возникает при максимально расслабленной конечности. На самом деле лучшее определение тремора покоя это тремор, который исчезает или ослабляется при движении. То есть есть тремор, который усиливается при движении, это тремор действия, есть тремор, который ослабляется при движении, это тремор покоя. Вот по отношению к движению мы выделяем два основных варианта тремора. Тремор покоя в наибольшей степени свойственен паркинсонизм, и вообще болезни паркинсона. Тремор действия, реакционный тремор, Тремор гораздо более многообразен, универсальный, и он может быть разделен на три основных варианта. На постуральный тремор, тремор при удержании определенной позы. Разновидностью постурального тремора является позиционный тремор, это игра слов, потому что позиционный и постуральный – это одно и то же. Так условно принято, что постуральный – это при любом удержании позы, при удержании любой позы, а позиционный – только при одной из поз, которая удерживается за счет данной мышечной группы, но не других поз. Например, если тремор возникает в вытянутых руках и при приведенных к груди, то это постуральный тремор, а если вот так только, то это позиционный тремор. Кинетический тремор может быть простой кинетический при любом движении, интенсионный. Как вы хорошо знаете, при приближении к цели кинезиоспецифический. И когда речь идет об одном из действий, целенаправленных действий, которые возникают, которые человек приобретает в процессе обучения, например, при письме или профессиональных навыках. Например, тремор в пианистах, хотя на самом деле чаще в этом случае возникает дистония, но иногда возникает тремороподобный киперкинез. Наконец, самый малозаметный тремор, но это не значит, что он играет неважную роль, это изометрический тремор, который возникает при изометрическом усилии. Любой человек, который часто носит домой большие сумки, знает, что в этом случае иногда возникает дрожание. И это то, что существенно ограничивает его возможности носить сумки, что существенно ухудшает качество жизни. Те приемы, с помощью которых мы можем выявлять те или другие формы тремора. Вот тремор покоя лучше всего выявляется при отвлечении внимания. Вот самый, как ни странно, лучший тест для выявления треморопокоя – это серийный счет. Вот вы просите пациента отсчитывать от 100 по 7. Так вот, это надо отсчитывать от 100 по 7, и в этом случае действительно выявляется треморопокоя. Надо сказать, что треморопокоя играет очень важную роль в диагностике болезни Паркинсона. Ради этого мы готовы очень многое отдать, чтобы выявить этот треморопокоя. Он иногда исчезает, когда пациент входит в кабинет врача, и мы для того, чтобы раздражить руку, не раздражить, а раздражить, чтобы она дрожала, просим его выполнять всякие отвлекающие процедуры. Различная степень ротации очень важна для выявления пустурального тремора. Лучший прием для выявления кинетического тремора – спираль Архимеда. Вот она вот так выглядит. Это спираль Архимеда, если вы, может быть, еще не знали. Здесь немножко плохо выглядит она, поскольку мультимедийный проектор подкачал. Но надо сказать, что вот эта спираль Архимеда типична для эссенциального тремора. Обратите внимание, как она красиво выглядит. Очень ровные, ритмичные, параллельные завитки с очень равномерными линиями и вытянута, что самое главное, вдоль косой оси. Вот эта вытянутость вдоль косой оси очень типична для эссенциального тремора, и это одна из очень важных особенностей. А вот это примерно так выглядит спираль Архимеда при болезни Паркинсона и эссенциальном треморе. Вы легко определите, что, конечно, это болезнь Паркинсона, потому что завитки наезжают друг на друга. Очень простой тест, который очень хорошо позволяет дифференцировать два заболевания. Вот пример пустурального тремора. Заметьте, что тремор асимметричный. Во всех книжках написано, что эссенциальный тремор – это асимметричный тремор. Это неправда. Эссенциальный тремор всегда имеет некую степень асимметричности. Вот когда мы смотрим на видео эти примеры, мы всегда видим асимметричность тремора. И другое дело, что он двусторонний. А вот еще достаточно сложный случай, который мы в течение многих лет демонстрировали как пример эссенциального тремора. Двусторонний, но резко асимметричный тремор. Наклон головы. Это терминальный тремор. Но обратите внимание на губы. Прошу прощения. Еще раз. Поджатость губ. Это действительно постуральный тремор, но он очень резко асимметричный. Движение головой. Движение губами. Терминальный тремор. Это в конечной точке. Вот отличие от энциумного тремора, он не нарастает при приближении к цели. Он усиливается. Вот здесь это показано. Вот больная попадает в нос. При самой последней точке возникает усиление тремора. Причем усиление происходит в вертикальной плоскости. Вот тест на гипокинезию. Сложность возникает в том, что у этой, понятно, пациентке нет болезни Паркинсона. Но есть ли у нее эссенциальный тремор или это отдельное заболевание, связанное с дистонией, с сопутствующим тремором, это вопрос, который до сих пор у нас вызывает дискуссии. И мы еще этот вопрос затронем. Синдромальная классификация тремора включает в себя целый ряд вариантов дрожания. Это и эссенциальный тремор, и эссенциальный тремор плюс. Теперь выделяется такая форма. Тремор при паркинсонизме, дистонический тремор, тестатический тремор, тремор Холмса, кинезиоспецифический тремор и так далее. Каждый из этих вариантов тремора имеет свои особенности возникновения, свою частоту, что очень важно учитывать при диагностике. Вот вы видите, отсутствует тремор при удержании позы, но зато он появляется при письме. Вот это первичный пищей тремор, тремор, который выявляется только при письме. Вот другой вариант тремора – это пациентка с мульсистемной атрофией, у которой выявляется, ну, скорее, дисметрия, где-то на грани интенсионного тремора. Это единственный мужичковый симптом, который у нее есть, но он позволяет диагностировать мульсистемную атрофию, потому что все остальное – паркинсонизм. Но плюс вот эта дисметрия, динтенсионные колебаниями, это позволяет диагностировать мульсистемную атрофию. Этиологическая структура тремора. Как любой экстрапирамидный гиперкинез, мы можем выделить три группы заболеваний, которые могут быть причиной экстрапирамидного синдрома, любого экстрапирамидного синдрома. Первичный тремор в данном случае – это эссенциальный тремор или эссенциальный тремор плюс, первичный артостатический тремор, первичный пищный тремор. То есть в этом случае речь идет об отдельном варианте, изолированном варианте гиперкинеза, когда нет каких-либо других проявлений и нет каких-то структурных изменений в головном мозге. Это может быть дегенеративное заболевание, это может быть нейрометаболическое заболевание, которое вовлекает какие-то нейрохимические процессы в мозге и так далее. Вторичный симптоматический тремор всегда является проявлением известного заболевания или побочным эффектом лекарственных препаратов. Лекарственный тремор – это самый частый вариант вторичного симптоматического тремора. И тремор при других дегенеративных заболеваниях, когда тремор сопровождается какими-либо другими неврологическими синдромами. Вот лекарственные препараты, которые вызывают тремор. На самом деле это практически вся фармакопея. Единственное, что надо обязательно отметить, что есть пять групп препаратов, которые более часто вызывают дрожание. Это вальпроевая кислота, это антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, и трициклические антидепрессанты – это бронходилататоры, такие как бета-агонисты типа сальбутамола и теофилина. Это галлоперидол и другие нейролептики. И это аммиадарон. Вот пятерка препаратов, которые занимают первые строчки в рейтинге тех средств, которые вызывают дрожание. С какой частотой встречается главная форма тремора, эссенциальный тремор? Есть очень разные цифры, которые обусловлены тем, что проводятся исследования с разной методологией. Есть цифра 300 случаев или 400 случаев на 100 тысяч населения. По-видимому, средневзвешенная цифра, которая учитывает и самые легкие случаи, это около 1%. Вот в Нижнем Новгороде мы посмотрели большое количество людей, и там тоже примерно обнаружилась цифра 1%. То есть где-то 1% людей страдает эссенциальным тремором. Но надо сказать, что в этот 1% входит очень большое количество людей с легким тремором, которые, в общем, практически не обращаются к врачу. Хотя, надо сказать, что есть и около 15% пациентов с эссенциальным тремором, которые инвалидизированы из-за этого гиперкинеза. Владислав Романович Минор или Минор, очень известный московский, но в значительной степени связаны развитие представлений об эссенциальном треморе. Надо сказать, что во многих западных странах, по крайней мере в Восточной Европе, эссенциальный тремор до сих пор называют болезнью Минора. Но надо сказать, что именно он, по сути дела, определил, что эссенциальный тремор – это самостоятельное заболевание с хорошим таким наследственным генезом, с наследственной основой. Эссенциальному тремору все возрасты покорны. Хотя надо сказать, что есть два пика заболеваемости эссенциального тремора. Есть пик от где-то около 30-40 лет и около 70-80 лет. Вот два пика, когда появляется максимальное число пациентов с эссенциальным тремором. И, соответственно, мы можем выделить две группы больных. Эссенциальный тремор с ранним началом до 65 лет и с поздним началом после 65 лет. Вот наследственная основа в большей степени имеет те случаи, когда тремор начинается до 60 лет. Лишь у небольшого числа пациентов с поздним началом выявляется наследственный анамнез. И, по-видимому, это вообще самостоятельное заболевание, которое, может быть, и не имеет отношения к наследственно детерминированному эссенциальному тремору. Этиология патогенеза эссенциального тремора до сих пор остается предметом дискуссии. Здесь, к сожалению, проведено очень небольшое число исследований, которые обнаружили у части пациентов телецалеве в голубоватом пятне, у части пациентов дистрофические изменения клеток мужичка. Но до сих пор непонятно, какое это отношение имеет к эссенциальному тремору. То есть, понятно, что у пожилых людей могут быть телецалеве в голубоватом пятне, а дистрофические изменения клеток мужичка могут иметь вторичное значение, то есть возникать вторично по отношению к тому, что мужичок очень активно увлекается в патогенез тремора. Очень большая загадка эссенциального тремора, которую впервые поставил Лазарь Соломонович Минер, заключалась в том, что он обнаружил, что в тех семьях, где бывают больные с эссенциальным тремором, часто наблюдаются долгожители и наблюдается очень высокая рождаемость, повышенная фертильность. Вот недавнее исследование, которое специально было сделано, чтобы проверить эту гипотезу Минера, показало, что фертильность в целом в среднем популяции характерна для пациентов с эссенциальным тремором. Но, тем не менее, если мы посмотрим количество детей, семьи с большим количеством детей, то среди пациентов с эссенциальным тремором все-таки таких семей достаточно много. Поэтому, может быть, часть случаев эссенциального тремора действительно какое-то отношение имеет к повышенной фертильности. Новые критерии эссенциального тремора, которые только-только опубликованы в журнале Movement Desodes, согласно которым эссенциальный тремор требует четырех признаков. Во-первых, это изолированный двусторонний акционный или кинетико-постуральный тремор. Надо сказать, что в целом кинетический тремор при эссенциальном треморе всегда более выражен, чем постуральный компонент. В течение не менее трех лет это важно с двух точек зрения. С одной точки зрения это означает, что это доброкачественное дрожание, то есть пациент вряд ли дойдет до врача раньше, чем пройдет три года от момента появления первых признаков заболевания. А с другой стороны, три года это тот срок, в течение которого у нас достаточно времени, чтобы убедиться, что у пациента нету каких-либо других симптомов, которые указывают на другое заболевание, то есть дистония, токсия, паркинционизма. Наконец, в этом случае должны отсутствовать или могут присутствовать, но вторично, дрожание другой локализации, голова, руки, голосовые связки. Надо сказать, что при эссенциальном треморе все эти другие локализации тремора возникают после вовлечения рук, всегда после. Эссенциальный тремор никогда не начинается с головы или голосовых связок, всегда они вовлекаются вторично, и это очень важный признак. В современных критериях выделяется состояние, которое прежде не выделялось, которое обозначается как эссенциальный тремор плюс. Это тремор, который соответствует критериям эссенциального тремора, плюс в этом случае дополнительно выявляются такие знаки, как нарушение тандемной ходьбы, легкая дистоническая поза, прошу прощения, тут опечатки, нарушение памяти, которое, однако, не позволяет поставить диагноз какого-либо другого заболевания. Вот такая очень тонкая диагностика. Сюда же относятся те случаи эссенциального тремора, когда наблюдается тремор покоя. Это выделение эссенциального тремора плюс, это достаточно большой шаг вперед, поскольку действительно мы можем теперь этот диагноз ставить у достаточно большого количества пациентов с атипичными формами тремора. И критерии исключения во многом те же самые, что и раньше, за исключением одного нюанса. Изолированный тремор головы. Вот его полностью исключили из разряда эссенциального тремора. То, о чем мы давно говорили, слава богу, произошло. Изолированный тремор головы – это отдельное состояние. Оно так и будет обозначаться, изолированный тремор головы. Но чаще всего, если мы внимательно посмотрим на такого пациента, то мы найдем легко дистоническую установку головы. То есть был бы изолированный тремор головы, дистоническая установка найдется. Реакция на алкоголь. Очень многие считают, что это очень важная составляющая диагноза эссенциального тремора. Действительно, на самом деле, в 60% пациентов наблюдается положительная реакция. Она легко документируется с помощью спирали Архимеда. 50 мл – 40% алкоголя. Это все, конечно, звучит очень скучно, но на самом деле достаточно весело выглядит. Самое удивительное, что алкоголь улучшает ходьбу у больных с эссенциальным тремором. То есть у значительной части пациентов нарушена тандемная ходьба. И вот если пациент выпьет эти 50 мл, то происходит чудо. Он начинает ходить достаточно ровно. На самом деле, я думаю, что вы, наверное, замечали, что есть такая степень опьянения, когда человек начинает идти по улице необычайно ровно. Вот он не качает туда-сюда, он идет как будто по прямой линии. Вот что-то очень похожее на то, что происходит при эссенциальном треморе. Хотя здесь, наверное, мы можем найти определенную причину. Удивительно редко наблюдается алкоголизм, при том, что алкоголь реально помогает значительному числу пациентов. Больше того, они боятся алкоголя. Вот как ни странно, на значительной части пациентов свойственно избегание алкоголя. И это очень интересная характеристика их психологического статуса. Казалось бы, тремор покоя. Тремор подбородка. Но при этом тремор головы. Пациент начинает вести руки вверх, и вы видите, что у него тремор сохраняется. Пастуральный тремор. Терминальный тремор – это вариант кинетического тремора от вертикальной плоскости. Казалось бы, очень похожий на болезнь Паркинсона, но это эссенциальный тремор. Что, безусловно, не оставляет никаких сомнений в выполнении пробы на гипокинезею, что перед нами эссенциальный тремор. Обратите внимание, что у пациента были такие признаки гипомимии. Но стоит ему улыбнуться, как гипомимия спадает с лица. Это пример эссенциального тремора плюс. То есть, тремор покоя плюс какие-то минимальные проявления гипокинезии. А вот еще пример эссенциального тремора плюс. У пациентки дрожание покоя. То есть, у нее дрожание, когда она ходит. Вот это тандемная ходьба, которая в некоторых регионах России называется лисим шагом. Не знаю, может, у вас тоже это называется лисим шагом. Нет, нигде. Казалось бы, тремор покоя. Но он стихает не на секунду, когда она поднимает руки вверх. Смотрите, какое она готова расплакаться. Это тоже терминальное усиление тремора. Достаточно выраженная симметрия тремора. Тем не менее, это эссенциальный тремор. Вот типичная локализация эссенциального тремора. Руки 100%. Без рук нет эссенциального тремора. Голова у трети. Голосовые связки у пятнадцати. Ноги у десяти. Нижняя челюсть у семи. Вот это основные локализации эссенциального тремора. Еще раз хочу подчеркнуть, что руки всегда вовлекаются в первую очередь. И без вовлечения рук нет эссенциального тремора. Если профессор Львис согласен с этим. Вот еще раз здесь указаны те дополнительные симптомы, которые входят в понятие эссенциального тремора плюс. Нарушение тандемной ходьбы, интенсионный тремор, дисметрия, тремор покой, гиповиме, легкая бродикинезия, бистоническая установка кисти и иногда миоклония. Это мы уже видели. А вот другой пример. Такого достаточно пограничного тремора. Тремор покоя. По типу скатывания пилюр справа. Теперь руки вперед вытяните. Подержите. Теперь указательный пальцем до кончика носа. Ну и с другой рукой. Хорошо. Здесь действительно скорее похоже на болезнь Паркинсона. Я бы хотел обратить ваше внимание на достаточно выраженный тремор постуральный. Но обратите внимание на этот момент, когда пациент начинает движение правой рукой. На этот момент стоит всегда обращать внимание. Вот мы просим его поднять руки вперед, вытянуть их вперед. Тремор исчезает. И появляется через некоторое время. Это назовемый возобновляющийся тремор, или то, что называется реэмиджент тремор. Это то, что позволяет четко разделить тремор при болезни Паркинсона от тремора при эссенциальном треморе. Дело в том, что... Видите, тоже исчезающий тремор на определенный момент, когда начинается движение. Это, прошу прощения, про алкогольную пробу. Пробую. Говорит четко и более выразительно. Пейте сантри. Чтобы расслабиться, пейте риски сантори. Мы переходим к лечению. Это был первый способ лечения. Собственно говоря, у нас, с одной стороны, не так много возможностей. Но, с другой стороны, кое-что есть. Пропронолол, абзидан, которого на Украине нет, насколько я знаю. И у вас печальный препарат под названием анапрелин. У нас то же самое. И поэтому дело обстоит одинаково печально. Примидон или гексамидин, которого у нас тоже нету. А у вас, я не знаю. У вас есть примидон, гексамидин? Нету. Нету. Значит, лечить эссенциальный тремор нечем. И поэтому все, что мы можем сказать пациентам, это то, что у них нет болезни Паркинсона. На самом деле, эти препараты действительно лучше других. Они помогают примерно половине случаев пациентов. Еще примерно 25% пациентов реагируют на комбинацию пропронолола и примидона. Значит, что делаем мы, когда мы не можем найти пропронолол или примидон? И когда больные не смогут привозить его из-за рубежа. Значит, самый близкий к пропронололу – это саталол. Помимо виски Сандо, который предлагал нам актер принимать саталол, или атонолол. Вот два бета-блокатора. Вот я знаю совершенно замечательного актера, которого вы все хорошо знаете, который каждый вечер выходит на сцену. Он выпивает 100 миллиграмм атонолола, бокал вина, и замечательно чувствует себя в течение всего спектакля. Вот ему не надо с утра принимать никаких таблеток, а на спектакль у него закрывается это таким образом. Вот это типичный пример, как поступают пациенты с эссенциальным тремором. Альпразолам и колонозепам, вопреки тому, что у нас очень часто применяются эти препараты, они не оказывают специфического действия на эссенциальный тремор. У нас почему-то какая-то колонозепамофилия развелась в отношении эссенциального тремора. На самом деле, конечно, колонозепам неплохо действует на тремор головы. Он лучше действует на тремор головы, чем пропронол и примидон. Но на мой субъективный взгляд, на тремор головы лучше всего действует ботулотоксин. Если для пациента есть проблема с тремором головы, то, безусловно, ботулотоксин – это лучший вариант. Есть еще антиконвульсанты. Вот к этой паре габапентин и топирамат надо добавить еще занизамид, который недавно появился. У вас тоже есть занизамид? Я думаю, что скоро зарегистрируют. На самом деле, занизамид – это очень интересная альтернатива. С габапентином связана вообще необычайно замечательная история, когда в середине 90-х годов было проведено огромное плацебо-контролируемое исследование по оценке эффективности габапентина, которое показало, что препарат гораздо более эффективен по степени эффекта, чем примидон или пропронолол. Прошло два года или несколько лет, и оказалось, что эффект равен совсем немногому. Вот я не знаю, Эндрю Лиз применяют, прошу прощения, габапентин для лечения эссенциального тремора. Реали. Секонд-лайн. Еще один препарат, который бы хотелось отметить – это клозапин. Вот клозапин – препарат чудодейственный. У него много очень интересных особенностей. В частности, это препарат, который может уменьшать дрожание тогда, в тех случаях, когда никакой другой препарат не действует. У него, конечно, есть способность вызывать агранулоцитоз, и поэтому его приходится, когда пациент его применяет, проверять, по крайней мере, раз в две недели оценивать количество лейкоцитов в крови. Но, на самом деле, иногда он помогает в тех случаях, когда другие препараты не помогают. Конец последний. Вот это слово «мемантин». Дело в том, что все препараты, применяемые для лечения сенциального тремора, усиливают когнитивные нарушения. Это общая проблема. При том, что пациентам с сенциальным тремором, особенно с поздним началом, свойственна достаточно большая частота когнитивных расстройств. И у нас возникает проблема, что, по сути дела, лечить эссенциальный тремор в больнице с когнитивными нарушениями нечем. Здесь надо обязательно исходить из двух пунктов. Первый пункт заключается в том, что эссенциальный тремор надо никогда не ставить как диагноз, чтобы не попасть в просак у пациентов раньше, чем через три года после появления симптомов дрожания. Потому что очень часто у пожилых людей с дрожания начинается деменция. Если вы назначите этому пациенту премидон, если он у вас появится, то получится очень неприятная история. Поэтому второй момент. Если вообще у пациента с сенциальным тремором является когнитивные нарушения, надо обязательно назначать в качестве первого средства мемантин. Конечно, он не указан в списке препаратов, которые проверены плацебо-контролируемым исследованием. Есть очень небольшое исследование, которое показало благоприятный эффект. Но это единственный препарат, который вроде бы немножко ослабляет дрожание, тем не менее улучшает когнитивные функции. Поэтому вот в этой ситуации это имеет важное значение. Различные варианты комбинированной терапии. Пропронолол плюс премидон, пропронолол плюс конозепам, галапентин плюс конозепам, пропронолол плюс колозапин. То есть здесь иногда приходится искать комбинацию, и иногда комбинация действует лучше, чем первичный препарат. Введение ботулотоксина может существенно улучшить дрожание, но единственное правило, которое надо соблюдать, никогда не вводить препарат в разгибатели кисти. Препарат вводится только в сгибатели кисти. В этом случае мы получаем хороший эффект в отсутствии осложнений. Ну и вот здесь показаны те точки, куда вводится ботулотоксин при дрожании головы. Это самый хороший способ лечить дрожание головы. То есть лучше не тратить время на пробы применения клонозепама, а действительно с самого начала использовать ботулотоксин. Ну и, наконец, глубокая стимуляция мозга. Достаточно редко встречаются пациенты с тяжелым андоризирующим тремором, который не контролируется медикаментозной терапией. В этом случае мишень – это вентрикулы, интермедиус и таламуса с одной или с обеих сторон. Иногда вводится электроды в субталамическое ядро. Здесь наблюдается достаточно стойкий эффект. Последний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и соотношение в треморах рук в разных позах было совершенно разным. Я, к сожалению, уже перебрал со временем. Спасибо. Спасибо, Олег Семенович. Вопросы, пожалуйста. Как начальник центра социального тремора гавапентин? Как долго он может принимать? Остань. Не столько центра, что было 3-6 месяцев. Вопросы, что вы уже живете? Надо сказать, что вот андрюлист ушел, поэтому я могу говорить все, что хочу. А он сейчас вернет. Я вообще не применяю гавапентин в лечении эссенциального тремора. На самом деле я не применяю топеромат в лечении эссенциального тремора. Я применяю бета-блокаторы. Я принимаю занизамид. Я применяю клозапин и мемантин. На самом деле дело в том, что если вы хотите, чтобы пациент не принимал препараты долгое время, то назначите ему топеромат. Это препарат, который, с одной стороны, прошел под собой контролируемое исследование. Все хорошо с ним. Но опыт показывает, что эти пациенты вообще отличаются очень низкой приверженностью. Когда они начинают применять топеромат, они редко его применяют больше 2-3 месяцев. Поэтому вы можете смело назначить препарат, но больного вы, наверное, больше не увидите. Если это цель, то это стоит того. Либо можно назначать эпизодически те или другие препараты, когда необходимо уменьшить дрожание. Здесь, конечно, очень большая проблема. Но опыт показывает, что габапентин очень редко приносит эффект. Если вы его назначаете, то назначаете в дозе 1800 мг. То есть 3 таблетки по 600 мг. Потому что никто не будет петь по 2 таблетки 3 раза в день. Но вот эффект габапентина более или менее прорезывается только после того, как вы преодолели порог 1800 мг. А топиромата больше 100 мг. Если вы назначаете топиромат в дозе меньше 100 мг, то просто не будет эффекта. Если вы назначите больше 100 мг, то будет побочное действие. Поэтому терапевтическое окно очень небольшое. И здесь, конечно, очень большие проблемы. Примерно так же часто, как эссенциальный тремор, к которому присоединяется деменция, дементирующая дегенеративные заболевания. Я считаю, что эти случаи, они совершенно особого рода. что эссенциальный тремор – это в этом случае дебют дегенеративного заболевания, которое со временем становится более распространенным и приводит к развитию клиники, напоминающей болезнь Паркинсона. То есть на самом деле в этом случае, когда мы с вами проанализируем, что это за больные, которые начинаются с эссенциального тремора, а затем присоединяется вроде бы клиника болезни Паркинсона. Это либо дрожательная форма болезни Паркинсона, в конечном итоге возникает, которая не очень хорошо реагирует на препараты леводопы, либо форма, которая близка к деменции сельцами леви. На самом деле никто не знает, что это за форма, когда все начинается с эссенциального тремора. Но эссенциальный тремор – это не отдельное заболевание. В данном случае это синдром, фенотип. И по мере прогрессирования заболевания происходит трансформация из одного фенотипа в другой, а процесс разделен на достаточно большую длительность. Продолжение следует...